Здравствуйте! В эфире программа «Закон и право». И у нас в гостях Сергей Васильевич Попанов, заместитель прокурора Сиевского административного округа города Курска. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Васильевич, сегодня мы обсудим с вами вопросы жилищно-коммунальной сферы. И первый вопрос такой. В общем-то, самые актуальные вопросы, которые всегда актуальны и значимы, это предоставление коммунальных услуг, это капитальный ремонт, ну и много-много других вопросов. Вот все-таки самые актуальные, которые прокуратура рассматривает всегда. Самые острые, может быть. Да, действительно, вы правы. Жилищно-коммунальная сфера, она касается каждого гражданина, каждого жителя Курской области. Всем нам предоставляются коммунальные услуги. Так или иначе, мы взаимодействуем с коммунальными организациями. Говоря об органах прокуратуры, я хотел бы выделить, ну скажем так, наиболее актуальные направления прокурорского надзора в жилищно-коммунальной сфере. И здесь, в первую очередь, это, конечно, соответствие регионального и муниципального правовых актов федеральному законодательству. Исполнение законодательства при организации проведения капитального ремонта, при расчетах за поставленные коммунальные ресурсы, при выборе способа управления многоквартирными домами, а также при осуществлении непосредственного управления домами, при доставлении коммунальных услуг, содержании общего имущества. В настоящее время актуальным является вопрос беспремойного прохождения топительного периода, качества поставляемого тепла. Также актуальным является вопрос исполнения законодательства в деятельности контрольно-надзорных органов, осуществляющих полномочия в данной сфере. Скажите, вот сфера ЖКХ постоянно реформируется, и какие же все-таки новые тенденции в законодательстве есть? Вот поясните нашим зрителям. Действительно, на мой взгляд, жилищно-коммунальная сфера является одной из самых динамично развивающих отраслей законодательства. Не так давно стал вопрос об оплате взносов на капитальный ремонт, а жители Курской области уже более трех лет оплачивают взносы на капитальный ремонт. В моей памяти, также вот с 2015 года у нас действует институт лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами. В настоящее время на территории Курской области уже 143 управляющие организации получили лицензии на право осуществления данного вида деятельности. В настоящее время государством реализуется не менее масштабный проект. Это создание так называемой государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В официальной сети интернет создан официальный ресурс домгосуслуги.ру. Для чего это сделано? Значит, государство преследует цель большей открытости, осведомленности граждан о состоянии жилищно-коммунальной сферы. На данной платформе, интернет-платформе, граждане могут подчеркнуть всю интересующую их информацию. Подразумевается, что люди будут голосовать на общем собрании посредством этой системы, передавать показания прибора учета, оплачивать коммунальные услуги. Все прозрачно будет. Все будет прозрачно. Можно обращаться в уполномоченные органы посредством системы. То есть удаленно, без похождения различных в кабинеты, направления писем и тому подобное. Можно создать личный кабинет, зарегистрироваться и реализовывать свои права. Кстати, информацию там будет размещать не только коммунальные организации, управляющие ресурсные, снабжающие, но и органы государственной власти, органы местного самоправления. Большой спектр информации, начиная от конкретного дома и заканчивая тарифами нормативными действующими на территории Курской области. То есть как важно для жителя быть грамотным, грамотно подкованным, знать законы, и знать, как пользоваться тем же сайтом, как заходить на ГИС ЖКХ, ведь это же очень важно. Безусловно. Безусловно, надо успевать за современными тенденциями, но, кстати говоря, пометуя о социально незащищенных категориях граждан, указанные не отменяют и обычные институты, написание письменных обращений и тому подобное. То есть можно будет все-таки обращаться? Да, обращаться, получать информацию и стандартную. Ну вот всем уже давно понятно, что за капитальный ремонт должны платить все. Это необходимость, если кто-то раньше там, вот я не буду платить. Но сейчас это необходимо для всех граждан. А есть ли какие-то льготы и для кого они существуют, если есть? Да, действительно. Обязанность по плате за капитальный ремонт подтверждена также Конституционным судом. То есть те изменения, которые были внесены в жилищный кодекс, они в настоящее время проверены судом Конституционного уровня. Нам необходимо учитывать, что обязанность по плате взносов, значит, есть у каждого собственника жилого помещения. Но действие законодательства предусматривает определенные механизмы компенсации людям оплаченных взносов. Так, у нас оригинальное законодательство предусматривает, что одинокопроживающие и неработающие лица, достигшие возраста 70 лет, имеют право на получение 50% компенсации от отплаченного взноса. А лица, достигшие 80 лет, также одинокопроживающие и неработающие, имеют право на 100% компенсацию. Что это имеется в виду? Это подразумевает, что гражданин, оплачивая в установленный срок взнос на капитальный ремонт, обращается в органы социальной защиты за получением соответствующей компенсации. Льготы также предусмотрены для ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лицам, нарожденных знаком жителей блокадного Ленинграда, ветеранам труда, педагогам. Пользуясь случаем, хотел бы привести пример прокурорской практики. На стадии становления законодательства регионального сферы капитального ремонта органам прокуратуры и прокуратуры области было выявлено, что педагогические работники, проживающие в сельской местности, были лишены предусмотренным федеральным законодательством льготы в виде компенсации оплаченного взноса на капитальный ремонт. И в результате принятых мер прокурорского реагирования в законкурской области были внесены необходимые изменения. В настоящее время педагоги, проживающие в сельской местности, проживающие на квартирных домах, где люди оплачивают взносы, имеют право на компенсацию соответствующих взносов. Скажите, а если квартира куплена в новом доме у застройщика, человек должен платить взносы за капитальный ремонт? Здесь необходимо иметь в виду, что обязанность по оплате взносов у конкретного собственника возникает по истечении 8 месяцев с момента публикации изменений в региональную программу капитального ремонта, в которую включен дом конкретного гражданина. То есть у нас на территории Курской области постановлением администрации утверждена региональная программа, куда включены все многоквартирные живые дома, находящиеся на территории Курской области, с определенным графиком проведения работ капитального характера на доме. Так вот, если конкретно вновь построенный дом, для примера, для понимания нашим телезрителям я хотел бы привести пример. Если в декабре конкретные дома внесли изменения в региональную программу, в декабре эта региональная программа опубликована в официальных средствах массовой информации, то, соответственно, по истечению 8 месяцев, то есть с 1 сентября, собственники будут обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт. Скажите, вот опять же, про капитальный ремонт. Если собственник, например, недоволен, как проведен капитальный ремонт, ведь немало же нареканий поступает от жителей, вот все-таки как правильно проконтролировать, как не допустить того, чтобы потом доделывали вот эти недочеты, недостатки, все-таки как правильно подходить к этому, как уметь правильно контролировать собственника? Правильно контролировать. Вот мы с вами, когда я озвучивал ГИС ЖКХ, говорили о том, что нужно поспевать за временем, быть активными. Вот и здесь я призвал бы каждого собственника быть активным в данном вопросе, не самоустраняться от вопроса о проведении капитального ремонта. Здесь первую роль, конечно же, играет заказчик работы, это региональный оператор капитального ремонта на квартирных домах, который непосредственно заключает договор с патриарной организацией, который обязан контролировать качество, своевременности и полноту проведенного ремонта. Но собственникам необходимо учитывать, что они также участвуют в вопросах организации проведения капитального ремонта, на стадии решения вопроса, какие работы будут проводиться, когда, за какую сумму. Но и также надо учитывать, что основанием для приемки работы региональному оператору и перечисления денежных средств подрядчику за выполненный объем работ является подписан в установленном порядке акт выполненных работ, который подписывает не только региональный оператор и не только подрядчик, но и орган местного самоправления и уполномоченный представитель собственников, который принимает по смете те объемы выполненных работ, которые проведены по конкретному дому. Ну и, конечно же, собственники в случае подписания и приемки выполненных работ, конечно же, видя какие-то недоделки, проявляющиеся вновь недостатки, вправе в установленном порядке инициировать вопрос их устранения. Для этого я рекомендовал бы обращаться во все уполномоченные органы, начиная от регионального оператора, обращаться в органы власти субъекта, комитет ЖКХ и ТЭК Курской области, контролирующие органы, государственную и жилищную инспекцию, ну и, конечно, в органы местного управления, которые также подписывают этот акт выполненных работ. Сергей Васильевич, у нас есть вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Мы оплачиваем взносы за капитальный ремонт федеральному оператору. Хотим открыть свой счет. Расскажите, как это сделать? Да. Понятный вопрос. Жилищный кодекс предусматривает два способа формирования фонда капитального ремонта. Это формирование на счете регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов в Курской области, либо на специальном счете. Большинство жителей многоквартирных домов в Курской области, они формируют в настоящее время взнос на капитального ремонта на счете регионального оператора. Но действующий и жилищный кодекс законодательства и закон Курской области предусматривает возможность изменения способа формирования фонда капитального ремонта. Как с регионального оператора на специальный счет, так и с специального счета на счет регионального оператора. Для этого собственникам нужно провести общее собрание, в котором принять решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. Указанное решение общего собрания должно быть направлено, отвечая на вопрос, в данном случае региональному оператору в течение пяти рабочих дней. После этого направления должен пройти один год, после чего это решение вступает в силу, и по истечении этого года должно пройти еще пять дней. И после этих пяти дней региональный оператор перечисляет средства, собранные собственниками на счет фонда капитального ремонта, на специально открытый собственниками счет в кредитных организациях. У нас еще есть звоночек. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Сегодня первые сильные морозы, да еще и гололед. Стало очень трудно ходить. Я пенсионер, боюсь упасть. Кто должен чистить дворы от наледей снега и посыпать песком дорожки? Спасибо за вопрос, но это у многих жителей может возникнуть такой вопрос. Действительно, вопрос очень актуальный. Я хочу сказать, что жители, проживающие на квартирных домах, они должны иметь в виду, что для решения вопроса, связанного с обслуживанием дома, законодательство предусмотрело такой институт, как выбор способа управления. Существует три способа управления домом. Это управление домом управляющей организацией, товарищество с собственником жилья или ЖСК и непосредственно управление многоквартирным домом. Жилищный кодекс предусматривает, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные условия для проживания граждан, надлежащие предоставлением коммунальных услуг, надлежащие содержанию общего имущества. Так вот, придомовая территория многоквартирного дома, она относится в силу жилищных норм к общему имуществу. Поэтому обязанность по надлежащему содержанию, уборке от снега, посыпке песком, удаление наледи, лежит на организации, обслуживающей многоквартирный дом. Как правило, это управляющая организация, куда и необходимо, соответственно, собственнику обращаться. Если обращается и бесполезно. Бездействует, но надо фиксировать надлежащим образом обращение и в случае бездействия обжаловать этого государственной жилищной инспекции, которая осуществляет лицензионный контроль в отношении управляющих организаций и вправе применять меры, в том числе административного воздействия, с существенными штрафами для нарушителей. Так пока процесс весь этот закрутится, много времени пройдет и снег уже может растаять. Ну, безусловно, каких-то мер, чтобы всеиминутно сейчас начал управляющий организацией исправляться, нет. Но я думаю, угроза рублем для коммерческой организации является актуальной. И предвидя возможность обращения гражданина в контролирующий орган, не допустит вот таких нарушений. Я просто знаю, что во многих многоквартирных домах говорят, у нас там техника не работает или нет техники. Берите лопаты и убирайте сами. Это правомерно? Ну, собственник проживающий в доме, он, конечно же, может сам участвовать в надлежащем содержании. Я думаю, это хорошая гражданская позиция, волеизъявление. Но это ни в коем случае не должно исключать обязанность организации, которая обслуживает дом, заниматься надлежащим содержанием имущества. Так, норма выстроена. Гражданин оплачивает ежемесячно оплату за содержание, куда включаются в том числе и вопросы подметания летом, уборки летом и уборки снега зимой. Поэтому потребитель платит, организация обслуживающая выполняет указанную работу. Сергей Васильевич, и вот все-таки есть много нерадивых управляющих компаний, и вот все-таки как заставить работать? Вот, например, холодные батареи дома. Раз обращались, два, три. Бесполезно все. Что делать? Да. Хочется сказать, что есть четко предусмотренные процедуры устранения недостатков, возникших при управлении многоквартирным домом. Необходимо либо в письменно, либо устно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу коммунальной организации. Эта служба должна быть у каждой организации, является обязательным требованием. К примеру, мы звоним по телефону аварийно-диспетчерскую службу, называем свою фамилию, имя, отчество, адрес, указываем, какая возникла у нас проблема, например, холодная батарея. И указанное сообщение должно быть зарегистрировано в аварийно службе, проверено, и указанный звонок должен быть отработан, и приняты конкретные меры к устранению выявленной недостатка. И если действительно подтвердится, что замеры, что батарея холодная, это не только должны устранить причину, но и послужить основанием для перерасчета платы за соответствующую коммунальную услугу. Ну а что делать, если все-таки организации бездействуют, я чуть раньше сказал, обжаловать в уполномоченный уровень. Институты контролирующие, они есть, действуют, эффективно работают. Вот к нам часто люди обращаются, особенно перед сегодняшним эфиром, с таким вопросом, касающимся эксплуатации индивидуальных приборов учета. Является ли обязательно поверка счетчиков, к примеру, горячей воды? Установленные приборы учета в жилом помещении служат для фиксации потребленного ресурса, чтобы люди платили за фактически потребленный ресурс. Действительно, каждый прибор учета имеет определенный интервал службы, который указывает технической документацией. Правила предоставления коммунальных услуг регламентируют, что обязанность по оснащению, замене, поверке лежит на собственнике. Истечение межпроверочного интервала, так же, как и срыв пломбы, поломка указанного прибора учета позволяет говорить о том, что данный прибор учета является некоммерческим, вышедшим из строя, и не производить начисление за потребленный ресурс по показаниям данного прибора учета. И, соответственно, применяя в определенной процедуре, либо начисляя среднемесячный объем ресурса, либо начисляя плату по нормативу. Но, соответственно, обязанность на собственниках лежит по замене и по поверке. Необходимо менять, поверять прибор учета, чтобы платить за фактически потребленный коммунальный ресурс. А у нас еще есть вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорю, да? Сергей Васильевич, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот расчет за электроэнергию на общедомовые нужды. А управляющая компания или энергосбытовая компания должна осуществлять на основании норматива потребления, установленных приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, или по каким-то другим иным основаниям. Вот у нас, например, расчет суммы этой оплаты составляет где-то одну треть от оплаты потребленной в квартире. Спасибо. Вопрос ОДЭД действительно. Практика членов прокурорского надзора показывает, что нарушения в данной сфере действительно имеют место быть. Необходимо учитывать и понимать, откуда берутся начисления на общедомовые нужды. Потребление электроэнергии на общедомовые нужды действительно происходит. Работа лифтов, освещение при домовой территории, подъездов, уже идут объемы на соответственно общедомовые нужды. Также есть незначительные объемы потери в сетях. Но мы в ходе своих проверок сталкивались и с такими случаями, когда граждане, проживающие в конкретных квартирах, недостоверно показывали показания прибора учета своих, что, соответственно, занижали показания, что, соответственно, откладывалось на общедомовые нужды и разбрасывалось на всех жителей квартирного дома. В настоящее время плата за коммунальные услуги, потребленные, предоставленные на общедомовые нужды, относится к содержанию общего имущества. Порядок начисления платы за данные виды услуги урегулированы как жилищным кодексом, так и постановлением правительства Российской Федерации, в том числе по порядке предоставления коммунальных услуг. Там четко прописано, в каких случаях начисление производится, исходя из показаний общедомового и суммы показаний индивидуальных приборов учета, и когда применяются нормативы потребления коммунальных услуг. В каждом конкретном случае необходимо разбираться. Уполномоченным органом у нас здесь является Государственная жилищная инспекция Курской области, куда завидели вправе обратиться. Ну и, соответственно, если там не найдут поддержки, вправе обратиться в органы прокуратуры. Кстати, мы выявляли серьезные нарушения принесления платы ЗОДН в деятельности нашего гарантирующего поставщика электрической энергии. Курска атомная энергия будет куда. Соответственно, вносилилась соответствующая акт прокурорской реагирования, и нарушения в результате прокурорского вмешательства устранялись. А у нас еще есть один вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Мы недовольны работой своей управляющей компанией. Преддомовая территория не обустроена, детская площадка не оборудована, снег не убирается. Хотим перейти в другую управляющую компанию. Как это сделать? Подскажите. Да, наверное, вопрос уже в продолжении. Мы говорили о полотенцесушителе, говорили про снег, когда не убирается. Но здесь, наверное, будет правильно сказать, что собственники на квартирном доме, так же, как и собственник частного дома, обладает всей полнотой власти в отношении имуществ. Только одна разница, что в индивидуальном доме собственник один, а здесь много собственников, имущество общедомовое. Соответственно, именно собственникам на квартирном доме принадлежит право менять управляющую организацию. Реализуется это посредством проведения общего собрания, на котором собственники должны принять решение о расторжении договора со старой управляющей организацией и выборе новой управляющей организации. Указанный протокол подлежит направлению в предыдущую управляющую компанию, которые должны сказать, что мы отказываемся от ваших услуг, и в новую компанию. При поступлении протокола общего собрания в новую управляющую организацию, она обращается с необходимым пакетом документов в Государственную жилищную инспекцию Курской области, которая у нас является лицензирующим органом, как я говорил, этот институт у нас действует с 1 мая 2005 года, и, соответственно, запускается процедура включения конкретного квартирного дома в реестр лицензии конкретной управляющей организации. Вот, опять же, о собраниях собственников. Некоторые считают, что некоторые результаты фальсифицируются. Вот решили одно, а на деле оказалось другое. Вот как это тоже контролировать и, наверное, не быть пассивными, объединиться со всем собственником. Вот что делать в таком случае? Да, вот здесь, знаете, можно тоже сказать еще про новшества, которые есть. Я вначале сказал, их много очень изменений. В настоящее время фальсификация решения общего собрания, протокола конкретных решений собственников является уголовно наказуемым деянием. Подделка официального документа. Наказание по статье 327 Уголовного кодекса предусматривает до двух лет лишения свободы. Соответственно, если собственник знает, что собрание не проводилось, результаты его словами сфальсифицированы, необходимо обращаться в органы внутренних дел. Ну и также необходимо учитывать, что жилищный кодекс предусматривает, что гражданин вправе защищать свои права и в судебном порядке. Кодекс отводит на это 6 месяцев. Собственник, который не принимал участие в голосовании или принимал участие, но голосовал против, если он видит, что нарушены нормы законодательства при проведении собрания, итоги голосования затрагивают его права, вправе обратиться в суд и признать решение общего собрания недействительным по тем или иным вопросам. Собственники могут разные вопросы решать. Ну а может такое быть, что собрание было, оно состоялось, а вот результат потом на деле другой? Вы знаете, результаты голосования, он обязательно фиксируется в протоколе общего собрания. Если оно было, а результаты занесены другие, соответственно, мы можем говорить о фальсификации. Это действительно не редкость. В 2017 году органу прокуратуры выявлено 5 таких фактов, и по инициативе прокурора, уполномоченным органам внутренних дел, возбуждено 5 уголовных дел. Это по городу Курску? По городу Курску, да. А какую ответственность несли управляющие компании? В каждом конкретном случае станции статьи предусматривают до 2 лет лишения свободы. Но это не обязательно управляющая организация. Почему? Потому что инициатором общего собрания являются жители дома, также инициатором собрания может быть и управляющая организация. В этом связи при расследовании уголовного дела как раз и подлежит установление факт, кем именно были допущены фальсификации. Нередко это бывает со стороны конкретных собственников. И что, кого-то посадили? Ну, на данный момент я не готов ответить на данный вопрос, но я думаю, что преступление небольшой тяжести вряд ли первые совершенные преступления будет влечь именно реальное лишение свободы. Ну, лучше не приступать закон. Конечно. Безусловно. Все-таки дожить по закону и по правам, которые нам регламентирует государство. Я благодарю вас. Вопросов еще очень много, но времени, к сожалению, нет совсем. Поэтому мы увидимся в ближайшее время и ответим на оставшиеся вопросы. Хорошо. Спасибо. Да, я напоминаю, что это была программа «Закон и право». Увидимся в ближайшее время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова